Чтобы помнили, в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы для учащихся Славянского электротехнологического техникума была организована встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками боевых действий. На фронт уходили ребята и девушки, едва закончив школу. Им тогда было чуть больше, чем этим мальчишкам и девчонкам. Ветераны и участники боевых действий провели для ребят урок мужества. Они рассказали о своем нелегком боевом пути, героизме наших солдат. Ветеран Великой Отечественной войны Василий Васильевич Вертель объяснил ребятам, почему и сегодня важно быть готовыми в любой момент встать на защиту Родины. Он уверен, что та большая работа по военно-патриотическому воспитанию, которая проводится в нашем районе, принесет свои плоды. Ведь благодаря встречам с ветеранами у молодого поколения формируется представление о мужестве, долге, чести, ответственности и нравственности. Месячник он такой патриотичный, где все военные, все события отечественной войны, там афганцы, чеченцы, они все встречаются с нашей молодежью. И рассказывают им вот про эти все события. Поэтому я тоже хочу пожелать нашей молодежи добра, счастья, успехов и здоровья. Учащиеся техникума с интересом слушали рассказы ветеранов и живо интересовались событиями той далекой поры. Они познакомились с героическими и трагическими страницами истории Отечества. Студентка электротехнологического техникума Оксана Хусаинова считает, что нынешней молодежи нужно как можно больше знать об истории тех лет и о героях, защищавших нашу страну. В наше время молодежь многого не знает о войне. И важно, что ветераны Великой Отечественной войны не соглашаются, а рассказывают молодежи об этом. И дают возможность не забывать, чтобы это все оставалось среди нас, чтобы продолжалось, чтобы мы рассказывали дальше по поколению. Уроки мужества прошли во многих учебных заведениях, а также в воинских частях и даже в Славянском отделе внутренних дел. Там для ребят не только рассказали о воинской доблести, но и показали образцы вооружения, с которыми сегодня работают полицейские. Демонстрацию боевого оружия для школьников провел специалист группы тылового обеспечения Владимир Зубко. Всем знакомые автоматкам. Модификация их масса. У нас есть калибр 5,45 мм, АКСУ 74. АКМ калибр 7,62. АКМС склады со складывающимся прикладом. Для удобства при переноске, перевозке в закрытых пространствах. После демонстрации оружия ребятам разрешили поближе все рассмотреть и даже примерять бронежилеты и защитные шлемы. Кина Капачевская, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа События.